Здравствуйте, дорогие друзья, приветствую вас. Ну вот уже скоро неделю будем праздновать, как у нас начались шквальные события, которые создались СМИ, спровоцированные полицейскими, которые по выдуманным, надуманным обвинениям начали атаку на Евангельскую Церковь, Христиан Веры Евангельской Церковь, Новую Жизнь, Библейский Центр, Новая Жизнь. Сегодня мы констатируем факты, что угомониться журналисты никак не могут. Они хотят добить, они хотят крови, они хотят жертвы, они хотят доказать несуществующие элементы. Вы знаете, один из журналистов однажды в одном из репортажей сказал, скандально известная новая жизнь попала в очередной скандал. Вы знаете, все скандалы спровоцированные, искусственные, и разжигаются журналистами, и продолжаются журналистами, и однозначно, это чей-то заказ. Мы еще не знаем, чей-то заказ, и поэтому мы будем обращаться к президенту Республики Казахстан, Нарсултану Абишичу Назарбаеву за защитой. За защитой от преследований, от гонений. Все это напоминает фарс и травлю христиан. Я обращаюсь сегодня к вам, драгоценные верующие, драгоценные верующие Казахстана, драгоценные граждане Казахстана, люди по всему миру. Я обращаюсь к вам. Услышите мой голос. Все, что мы видим сегодня, это очередной круг, очередная порция оскорблений, уничижения, умоления, издевательства над чувствами верующих. Нас пытаются загнать в угол и доказать нам нашу виновность, хотя она абсолютно недоказуемая, потому что нет состава преступления. Телеканал КТК стоит во флагмане, во флагмане всех преследований и гонений. Телеканал КТК лидирует, как ледокол пробивает, пробивает несуществующее, придумывая все новые и новые обвинения, инкриминируя. Связки с полицейскими, которые сразу же предоставляют им оперативную съемку. И КТК ищет причины, в чем бы обвинить, в чем бы же обвинить этих людей. Когда в мой дом вошли полицейские, бригады из восьми человек, и начали обыскивать, и вдруг журналист КТК, получивший сразу же эти кадры, скажет, посмотрите, у них бюджетерию нашли. Вы знаете, как это низко, пошло, и как это убого. И стыдно, стыдно за вас, дорогие сотрудники, неуважаемые сотрудники КТК, неуважаемого канала. Я обращаюсь сегодня ко всем журналистам. Прошу журналистам, проявите бдительность и трезвость. Хватит работать на пропагандистскую машину, хватит очернять, уничижать христиан веры евангельские. Итак, последний репортаж телеканала КТК, разберем его по полочкам, по косточкам, как формируется общественное мнение, как зомбируются граждане Казахстана, как они пытаются создать религиозное напряжение и создать религиозную вражду. Давайте посмотрим, и шаг за шагом будем изучать, как изменяя слова, подменяя слова, подменяя смысл, подменяя значение, они выставляют себя в ужасном свете, создавая атмосферу напряженности в обществе. Итак, репортаж КТК. Правоохранительные органы сегодня выступили с первыми комментариями по делу о мошенничестве пасторов церкви. Вы знаете, сразу же здесь вдруг делается заявление. Дело о мошенничестве пасторов. Постойте, постойте, еще никакого дела нет. Еще никакого нет дела. Его не существует. То есть, что значит? Есть обыск, и нам представили какую-то бумажку, что есть какие-то люди, которые потеряли недвижимость. Если есть дело, дорогие, не с обыска нужно начинать, а нужно сначала узнать. Ну, вот если Вася забрал недвижимость у Пети, ну давайте посмотрим на эту недвижимость, реестр кадастровый, посмотрим, на кого записана земля, кто кому передал. Знаете, они начинают с этого, потому что эти выдуманные люди, скорее всего, виртуальные люди. Ибо никто, я ответственно заявляю, никто, ни один человек не потерял, не передал, не отдал свою недвижимость в церковь или пастору. Я здесь пастор церкви, да? И меня обвиняют, что мне кто-то передал. Так вот, я со всей ответственностью заявляю, что это ложь. Это подтасовка фактов. И никакого дела нету. Есть выдумка. На протяжении последних десяти лет, вы знаете, на нас постоянно заводили подобные дела. Дело о пастыре. То меня обвиняли в том, что я наношу умышленный вред здоровью граждан. Знаете, что взяли мои проповеди, веселые, счастливые проповеди, полные жизни, радости, света. И они сказали, эти проповеди, они наносят вред здоровью граждан. Тысячи людей, десятки, сотни тысяч через спутниковое телевидение, через христианский эфир, через интернет смотрят мои проповеди. И вдруг нас, наши специалисты, полицейские, вместе с какими-то непонятными элементами, которых цель уничижать, подавлять религиозные свободы в Казахстане. Они у них просто цель, фонд перспективы, подобные ему фонды. Они, у них задача стоит уничижение, умоление, травля евангельских христиан. Они начинают создавать новую. Вот они отравляют. Вот знаете, что дело прошло, 2009 год, дело сдулось. Нет никакого дела. Есть всего лишь шумиха, которую организовывают журналисты вместе с нерадивыми полицейскими, которые создают дела. И при этом они исчезают в никуда. Потом обменили меня в экстремизме, потому что я вот так радостно, живо проповедую. И они сказали, о, точно, он экстремист. Потом еще в чем-то обвиняют. И все их обвинения, это не что иное, как травля и создание негативного образа христиан, веры евангельские, пятидесятников. Драгоценные мои, я обращаюсь к вам со всей ответственностью. Вы выдумали, что существует дело. Нет ни одного обвинителя. Нам не предоставлено ни одно свидетельство. Ни один человек не представлен и не показал. Ведь так легко показать. Покажите недвижимость, которую забрали. Недвижимость, в которой я живу, которую мне по наследству досталось от родителей. Ну, смотрите на нее. Вы знаете, недвижимость на пасторов, которые сами ее построили или сделали, или приобрели за реальные финансы. О, они начинают искать. Ну, наверняка кто-то есть пострадавший. О, дорогие мои. Давайте посмотрим дальше, что выдумают эти журналисты. Напомню, неделю назад полицейские устроили обыск в церкви и в домах священнослужителей. Поводом послужили жалобы от прихожан. Верующие обвинили пасторов в том, что они якобы присваивали деньги и даже жилье. Якобы. Вот хорошо. Якобы присваивали. Ну, так легко доказать. Зачем делать, вот сейчас послушайте, зачем делать обыск, если есть физический участок земли, вот участок земли, на котором находится дом, и этот дом, вот предположим, это дом, есть географическая точка на карте. Но если кто-то, например, присвоил ваш дом с участком, ну это ж так легко доказать, так легко доказать, что вот Федя имел дом, а Максим у него забрал. Но знаете что? Нет никакого Феди, а Максим дом не присваивал, потому что это дом Максима, и он не от Феди достался. И нет ни одного прецедента, нет ни одного факта. Покажите нам хоть одного человека, который потерял недвижимость в пользу церкви «Новая жизнь» или пасторы, или кого-то еще. Давайте. Вы говорите, что мы мошенники? Хорошо. Я даю встречное заявление. Мошенники вы. Потому что вы придумываете сказки. Вы выдумываете несуществующие истории, несуществующих людей. Ибо никто не потерял недвижимость в мою пользу. Какое мошенничество вы мне хотите приписать? В чем мошенничество? В том, что этих людей нет, вы хотите узнать, вы хотите найти другие факты. Вы знаете, журналисты так заврались, что они начинают верить в собственную ложь. И убедили всех остальных. Они убедили полицейских, которые искренне верили, что наверняка. Но у этих негодяев, этот пастор, у него точно наверняка есть награбленное жилье. Бедные несчастные люди, которые отдали свое собственное жилье. Так вот, господа хорошие, не дождетесь. Вы не найдете таких людей, потому что их в природе не существует. Их нету. Ну, давайте посмотрим дальше. Устроили обыск в церкви и в домах священнослужителей. Поводом послужили жалобы от прихожан. Верующие обвинили пастора в том, что они якобы присваивали деньги и даже жилье. В домах действительно были обнаружены и изъяты документы, а также оружие и деньги в конвертах с пометкой «десятина». Таля Кунина следит за... Постойте! Даже... Сейчас, вы знаете, невероятно! Смотрите, когда кто-то... Говорят верующие. Верующие обвиняют пастора. Постойте, мы не знаем ни одного человека, кто бы обвинял. Скажите, кто обвиняет. Именно скажите. Мы даже не знаем, кто обвиняет. Может быть, действительно меня кто-то переписал в свою недвижимость. Я даже до сих пор не знаю. Кто обвиняет? Потому что я нотариально не оформлял ничего жилье и никого не взял. Этих людей не существует. То есть, их нету. Нам сказали, что есть какие-то виртуальные люди, кто обвиняет. Ну, давайте покажем. Откройте карты. Покажите. Вы говорите, что верующие обвиняют. И вы знаете, проведены обыски. И вот давайте еще раз, вот это же видео, еще раз сейчас режиссера попрошу, включите еще раз это же видео. Строили обыск в церкви и в домах священнослужителей. Поводом послужили жалобы от прихожан. Верующие обвинили пастора в том, что они якобы присваивали деньги и даже жилье. В домах действительно были обнаружены и изъяты документы, а также оружие и деньги в конвертах с пометкой. Десятина. Наталья Кунина следует. Слушайте, невероятно. Посмотрите, прислали жилье и в домах обнаружены документы. Постойте, документы на мой дом, да, обнаружили. Этот дом не ваш. Это дом мой. Этот дом уже сколько? 20 лет мой. Это дом, в котором я живу. Это дом, который мне достался по наследству. Это дом, который перешел. Мне родители оставили квартиру, я обменял на дом. И люди, с которыми мы обменялись, это неверующие люди, хорошие татары. Мы поменяли с ними недостроенный дом, и мы достраивали все. Вы знаете, и когда вот это все происходит, и к тем людям приходили, и допрашивались, домогались. Скажите, Максимов у вас забрал? Они говорят, да нет, он нам заплатил, квартиру отдал и еще доплатил деньги. Вы знаете, вот когда, что же нашли? Я еще раз попрошу включить. Вот смотрите, как журналисты ловко подтасовывают. Подтасовывают. Смотрите. Устроили обыск в церкви и в домах священнослужителей. Поводом послужили жалобы от прихожан. Верующие обвинили пасторов в том, что они якобы присваивали деньги и даже жилье. В домах действительно были обнаружены изъяты документы. В домах действительно были обнаружены документы. Послушайте, потрясающе. В домах действительно. В смысле? Они обвиняют нас. Но журналист говорит, в домах действительно были обнаружены документы. В смысле? Документы тех людей, которые пострадали? Посмотрите, как подтасовываются факты. Мы не знаем, во-первых, кто пострадал. Мы не знаем, кто потерял недвижимость. Но потом сказали, в домах действительно обнаружены документы. Какие документы? Что за документы обнаружили в домах? Документы на наше жилье, да. Документы наши, паспорта, да, обнаружили. Удостоверение личности, да, обнаружены. Обнаружены документы. Действительно обнаружены документы. Смотрите, как легко можно изменить мышление. То есть кто-то обвинял, и потом после обыска действительно обнаружены документы. Стоп! Эти документы никакого отношения вообще не имеют. Вообще не имеют к каким-то виртуальным людям, которые виртуально обвиняют. Мы понятия не имеем, кто это. Мы не знаем ни адреса, никакого места. Не знаем, где они жили и что они потеряли. Понятия не имеем. Но эти виртуальные люди... И когда журналист говорит, действительно обнаружены документы. Действительно обнаружены... Послушайте, действительно обнаружены оружия. По сути, оружие обнаружено. И что? В церкви обнаружено? Нет. Охотник, у нас есть пастор, охотник. У него обнаружено оружие. У охотника нашли ружье. О, нашли у охотника оружие. Да, у охотника нашли оружие. И экспорпировали? Нет. Проверили документы. Сказали, о, все правильно. Положили обратно в сейф. Нашли документы. Забрали документы на наш дом. Отлично. Но какого отношения это... Какое отношение имеет моя собственность и все остальное ваше... Я не совсем понимаю. Вы... Что вы хотите сказать? Что вы нашли документы чьи-то... Чьих-то недвижимостей? Так это ложь. 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 Хватит врать, господа вруны. Хватит извращать истину. Вы должны быть прямые и говорить правду. В домах обнаружены документы, которые никакого отношения к вашему выдуманному делу не имеют вообще. Обнаружены конверты. Да, вы обнаружили конверты с десятинами. А знаете почему? А потому что мы приносим свои десятины Господу. Потому что мы делаем. Я как пастор и прихожане моей церкви, мы приносим десятины. О, вы знаете, вы сделали такую рекламу мне. Теперь весь Казахстан знает, что Максим Максимов приносит десятины в Божий дом. Я не просто об этом проповедую. Я еще и исполняю то, о чем мы говорим. В Священописании об этом сказано. Что же в этом зазорного? Когда у нас экспроприируют из дома то, что мы приготовили на Пасху для Господа, нашу жертву для Господа. Вам не кажется, что это переходит все границы и становится религиозным преследованием? Вам не нравятся наши религиозные убеждения? Вам не нравятся Библия, Священные Писания? Вы считаете, что мы поступаем неправильно, что носим десятину? Из-за этого вы думаете, вы можете нашу десятину экспроприировать? Не позорьтесь, пожалуйста. Мы делаем это, потому что это наше убеждение. Давайте посмотрим дальше, что же выдумали журналисты. Верующие обвинили пасторов в том, что они якобы присваивали деньги и даже жилье. В домах действительно были обнаружены и изъяты документы, а также оружие и деньги в конвертах с пометкой «Десятина». Наталья Кунина следит за этой историей. Сегодня церковь «Новую жизнь» не обсуждает разве что ленивый, не молчат и сами пасторы. В первую очередь они обвиняют журналистов в искажении информации и просят верующих сплотиться. Гневные комментарии в социальных сетях пишут и прихожане. Они недоумевают, с чего вдруг «Новая жизнь» оказалась в центре грандиозного скандала. Грандиозный скандал. Давайте так. Во-первых, грандиозный скандал раздули журналисты. Они подтасовывают факты. Они создают грандиозный скандал. Когда объявили, что в церкви «Новая жизнь» нашли вооружение, склад оружия, я ответственно заявляю, что это брехня, в Украине так говорят. Это ложь. Это не существует в реальности. Это извращение фактов. Это неправда. Я даже не знаю, какое слово сказать. В церкви, в здании библейского центра «Новая жизнь» по местной религиозной организации не нашли никакого незарегистрированного, никакого вообще оружия не нашли. Можно что угодно говорить, но скандал раздувают неверующие. Нет. Скандал раздувайте вы, господа журналисты. Вы создаете напряженность. Вы нашли что-то жареное, вы выдумали сказку. Вы нашли жертв. Откуда жертвы? Кто жертвы? Покажите жертву. Давайте поговорим. Давайте. Мы готовы отдать жилье. Но ведь этого жилья нету, которое они потеряли в пользу церкви. Их не существует. Но вы продолжаете снова и снова накручивать. Теперь оружие добавилось. В здании церкви нашли оружие. Что завтра? Вы найдете атомную бомбу? Вы найдете психотропные вещества? Вы найдете химическое оружие? Что еще вы найдете? Вы найдете у меня заразу какую-то? И скажете, что я заразный? И встреча со мной грозит проказой? Выдумайте новую историю, сказочники мои. Давайте посмотрим дальше раздуватели скандалов. Спустя неделю после обыска в церкви «Новая жизнь» полицейские, наконец, сделали первое официальное заявление. Они подтвердили. К ним действительно обратились прихожане и обвинили пасторов в мошенничестве. Был санкционирован обыск в офисе данного религиозного объединения. И 25 марта он был осуществлен исключительно для подтверждения возможных мошеннических действий, совершенных сотрудниками данного объединения. Между тем, в ходе обыска сотрудниками следственного управления и следственной оперативной группы были изъяты финансовая документация, а также иные материалы, которые относятся к финансово-хозяйственной деятельности. Возможных мошеннических действий. Постойте. Хорошо, вы провели обыск церкви. Ребят, но если вы считаете, послушайте, если вы считаете, что было мошенничество, но давайте вызывайте вот этих потенциальных мошенников на стол и предъявите какую-нибудь улику. Это же так легко. Если я заявляю, что вы мошенник, вы забрали у меня машину «Лада», модель 2106, вот документы, вот оформление, я могу, давайте, на допрос вызовите. А вы знаете, дорогие друзья, что никого до момента обыска по этому делу, которое выдумали они, не вызывали, не допрашивали, не ознакомливали, никого не делали. Это очень, сейчас послушайте, никто, никто не проводил ни одного разговора. А может быть мы хотим с повинной прийти, но вы обвините нас в чем-нибудь, давайте, скажите. Вот Максим Максимов, дом по улице Мира или там по улице, я не знаю, какой-нибудь улице Кунаева, вот дом, квартира такая-то, вот есть, вот вы забрали, вот на вас оформлено, что вы про это скажете? Но таких домов и квартир нету, нет такой недвижимости, нет таких участков. И когда вдруг говоришь, что по этому делу были изъяты финансовые документы, а вы знаете, что были изъяты документы нашей церкви, бухгалтерские книги, учет. Вы что, думаете, что в учете, в расходах, которые мы тратим на электричество, на воду, на все, вы найдете, что у нас будет там в учетах квартира отобрана у Васи Пупкина? Вы думаете, что народ, ну так легко же доказать мошенничество, если есть факт мошенничества, есть пострадавшие, давайте, очная ставка, соедините, покажите, документы вытащите, но у Вас же есть доступ в ЦОН, в Центр регистрации всей недвижимости, ну давайте посмотрим. Они не делают этого, все, что они делают, это фарс. Смотрите, они говорят, что есть некоторые пострадавшие, кто эти пострадавшие, никто не знает, никто их не видел, никто не догадывается даже, кто это есть, что эти люди пострадали, их недвижимость ушла в собственность церкви или пасторов. Здесь тоже вот не совсем ясно, кому перешла, к пасторам или в церковь. Это тоже непонятно, то есть это как виртуально, замылено, рассказано. Идем дальше. Они говорят, начнем делать обыск, обыскивают церковь, обыскивают здание библейского центра. Что они нашли? Бухгалтерские документы. У нас куча кипы бухгалтерии. Мы каждую копеечку учитываем, ибо знаем, что нас преследуют. У нас постоянно какие-то люди из года в год, из года в год. То налоговая, то финансовая полиция, то еще кто-то. Нас постоянно без остановки проверяют. То пожарники, то санкетином станции. К нам приходят проверки. Просто, вы знаете, мы уже такие гладкие, как яйцо и прозрачные, как стекло. Уже все. Вы там что-то тайное делаете. Вот, мы видеокамеры поставили, в прямом эфире вещаемся. Смотрите. Ничего тайного нет. Но они все время подозревают. Нет, там что-то есть тайное. Ну, не может быть так они хорошо жить, потому что... Ну, как это? Ну, неужели они так хорошо живут? Неужели? Ну, они наверняка кого-то грабят. Ну, они наверняка кому-то что-то делают. О! Вам хочется доказать несуществующее. Люди, остановитесь. Не делайте безумия. Вы создаете сами прецедент и думаете, что теперь после обыска вы найдете что-нибудь, за что можно зацепиться. А это называется травля. Это называется травля. То есть, у вас нету никаких реальных фактов, потому что они не предъявлены. Я еще раз подчеркиваю. Никакие факты мошенничества не предъявлены. Теперь вы делаете обыск с целью найти подтверждающие документы. Нашли бухгалтерию. О! И еще, вы нашли пожертвования церковные. Церковные деньги. Экспроприировали церковные деньги. Молодцы! Поздравляю! Забрали в здании у нас 94, по-моему, 1650 тенге. Молодцы! Забрали. Так, что еще? Еще забрали компьютеры, на которых монтируются передачи, программы. Забрали видеоархив наш. Забрали 54 компьютера. По сути, а какое отношение монтажный компьютер имеет к возможному мошенничеству с недвижимостью? У вас стыкуется в уме? У меня нет. То есть, сейчас вот эта женщина сказала, что изъяты документы, материалы сопутствующие, которые подтверждают, подтверждают факт мошенничества. То есть, как монтажный компьютер может подтвердить факт возможного, которого нету в действительности, мошенничества? А никак. Все, что на все, что похоже, это фарс создания ситуации, гонения и преследования евангельских крестьян. У меня нет другого выда. Я не могу найти другую причину, почему же это происходит. Еще раз я подчеркиваю, никаких претензий нам не было предъявлено. Давайте послушаем дальше, что же на это скажут представители из полиции. А в доме пастора Сергея Заикина, который спустя сутки после обыска улетел в США и вовсе было найдено оружие. Правда, хозяин подтвердил, что на все есть документы. Смотрите. Послушайте. Вовсе было найдено оружие у охотника. О, найдено оружие. Я сейчас не могу не иронизировать, простите, вот такой человек. Найдено оружие у охотника. У сапожника нашли сапоги. У кулинара нашли кастрюли. О, найдено оружие. И дальше типа, ну потом он как-то жалко попытался доказать, что это официальное оружие. Стоп, 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 стоп. Давайте по-другому поставим. Оружие забрали? Охотничье. Там вы видите эти, которые ему по наследству достались от тестя. Нет, не досталось. Документы все есть? Есть. Вовсе. Вот знаете, вот они как, как смотреть журналисты, типа, ха, поймали. Все. Вот оно оружие. Постойте. У охотника в доме, в сейфе оружие зарегистрированное. И типа, он, ну как-то попытался доказать. Но почему же не экспроприировали оружие? Почему охотника не забрали ружье? Почему оставила полиция? А потому что все оружие было легальное, зарегистрированное, хранилось по нормам, в двух сейфах. И все было абсолютно верно и правильно. Потрясающе. Почему же из моего дома не изъяли бусы моей жены? Ведь телеканал КТК очень любит говорить про бусы моей жены. О, там нашли бижутерию. А, не очень, она к делу не подтверждает? Ну нет, ну может быть она докажет вам факт мошенничества? У женщины нашли сережки. Может быть это докажет факт мошенничества? Может быть еще докажет вам что-то? А вы нашли наши пожертвования, которые мы для Господа приготовили? Это тоже докажет факт мошенничества? Каким образом наши зарплаты и наши пожертвования доказывают факт мошенничества? А никаким. Главное для журналистов прецедент. Вовсе. Между тем глава церкви Максим Максимов, находясь в Штатах, продолжает вести в интернете прямые эфиры. И уверяет, что ему до сих пор не сказали, кто же написал на священнослужителей заявление. До сегодняшнего дня, до этого момента, до этой секунды, нам обвинение. Мы даже не можем понять, что, кто. Мы должны знать вообще, а в чем же мы обвиняемся. Вы обвиняетесь в мошенничестве, в изъятии каких-то недвижимости, участков квартир. Какие участки? Но полицейские говорят, что пасторы лукавят. Их сразу же ознакомили и с заявлением, и с причинами обысков. Обыск был санкционирован судом, и следственная оперативная группа, проводившая данные процессуальные действия, однозначно ознакомила участников с содержанием документа. Стоп! Пасторы лукавят? Смотрите, какое используют слово. Это, знаете как, лукавость, это такое демоническое, такой хитрый, лукавый, бесноватый, такой. И они к пасторам говорят, пасторы лукавят. Постойте, постойте, постойте. Давайте канал КТК. Я понимаю, что ваша задача создать негативный образ, показать женщину без макияжа, показать, как полицейские роются в ее бусах, показать унизительный какие-то, вот такой ракурс, что там все в испуге. Хорошо. И теперь вы говорите, пасторы лукавят. Но я вам, послушайте, я вам заявляю, что действительно, послушайте, никто не говорит о том, что нам не были предоставлены документы при совершении обыска. В документе, подтверждающем право на обыск, действительно написано, что на нас ведется дело о мошенническом присвоении недвижимого имущества. И мы говорим о том, что мы не знаем тех, кто утверждает, утверждают представители полиции, граждан, якобы потерпевших, потерпевших, пострадавших от наших действий. Мы не располагаем, послушайте, информации об этом, не имеем представления, каким образом мы забрали у них недвижимость, деньги и так далее. Когда мы забрали, и в каком количестве, и по какому адресу, то есть все выглядит очень неконкретно аморфно. Приходят к нам и говорят, так, мы делаем обыск, у вас, вы подозреваетесь в мошенничестве, на вас заявили три человека, потом раз, на сайте полиции появляется пять человек, знаете, у них один день три человека, через несколько дней уже пять человек появилось. И они цифры меняют, то есть, как бы там не сговорились. Дорогие мои, все выглядит очень аморфно. Давайте так, разве для того, чтобы доказать наличие преступных, денежных макиянаций, недостаточно налоговой проверки, которая была у нас не так давно? Так же она была по заявлению граждан, возможно, тех же самых, но не выявила никаких фактов отъема имущества у граждан, драгоценностей или недвижимости, факты или факты мошенничества, что подтверждено документально. Разве недостаточно проверки финансовой полиции, которая у нас прошла совершенно недавно? И так же финансовая полиция не выявила вышеуказанных нами фактов. Для того, чтобы решить реальные проблемы трех конкретных граждан и защитить их законные интересы, не обязательно устраивать такой фарс и показуху на всю страну. Давайте так, это все попахивает просто религиозной травлей. Это не что иное, как религиозная травля. Травля. Дорогие мои, я делаю смелое заявление. Это религиозная травля. Если есть реальные факты, тогда предъявите, какая земля, какая квартира, сколько денег изъяли в кавычках священнослужители. Здесь, с нашей точки зрения, берется повод устроить травлю. Да, в нашей религиозной практике присутствует момент добровольных пожертвований. Но эта практика общехристианская, библейская, и не только у христиан, у мусульман и в других конфессиях существует практика добровольных пожертвований. Никто не проверяет, сейчас послушайте, никто не проверяет, не контролирует прихожан. Насчет их сумм пожертвований никто не требует от них. Но эти пожертвования не идут на личное обогащение руководящего состава церкви. Пожертвования идут на развитие церкви, осуществление ей установленной деятельности. Чему подтверждением является наличие помещений, аппаратуры, другого имущества церкви? Чему подтверждением является наша гуманитарная работа, помощь людям, участие в жизнях людей, раздача продуктов? Чего только мы не делаем. Постоянно оказываем помощь. Но они не останавливаются. Возьмите эти трех человек, давайте, ну поставьте очную ставку, ну покажите, мы готовы, давайте, мы готовы вернуть их недвижимость. Покажите, где эта недвижимость, ее нету. Вы придумали эти заявления, создали движение, обрушились, чтобы найти какие-то подтверждающие документы или еще что-нибудь найти. И вот здесь начинается самое безумие. Вдруг, как взбесившиеся свора, начинается травля христиан. В новой жизни нашли оружие и боеприпасы в церкви. Хм, ну это же ложь. Хватит лгать, господа. Хватит лгать. Телеканал КТК, я обращаюсь к вам. Вы не устали от вашего вранья? Вы не устали от того, что вы передергиваете факты? Говорите полуправды. Обыск был. Нашли документы? Нет, не нашли документы. Нашли нашу кассу, которая была проверена. Финансовая полиция, документы. Нашли, которая была проверена налоговой полицией. Которая была проверена много нас. И постоянно нас проверяют, дают справку, все нормально, идите. По полгода, по полтора года нас проверяли. И продолжают проверять. И мы знаем, что мы под таким увеличительным стеклом. Вы хотите еще найти что-нибудь? Ну что ж, вы пытаетесь найти. И все, что вы нашли пока, на данный момент, это то, что вы устроили травлю. Дорогие мои, остановитесь. Давайте посмотрим дальше, что они придумали. Сейчас глава церкви просит прихожан о материальной помощи. Мол, изъяли компьютеры, нужно приобрести новые. На экране периодически появляются счета, куда можно перечислить средства. И, видимо, пожертвования от верующих поступают исправно. Пасторы даже показали свои новые приобретения. Ну а досудебное расследование тем временем продолжается. Наталья Кунина, Михаил Завезенов, Ержан Еркимбеков, КТК Алматы. Я хочу поблагодарить всех наших друзей, кто помогает нам. Действительно, 54 компьютера – это много. Это парализация всей нашей работы. И знаете, что мы хотим? Мы хотим восстановить, возобновить работу. И мы хотим, чтобы работа продолжалась. Я очень благодарен, что несмотря на весь поток клеветы и лжи, который обрушился сегодня, как цунами на нас, через который мы пытаемся пройти информационная атака, я думаю, что это заказная, потому что одновременно все каналы, как взъерошены, бросились на разрешение этого скандала. А за скандалом ничего не стоит. Никакого оружия нет. У охотника есть оружие, но его не изъяли. В церкви нет оружия. В здании церкви нет оружия. В здании церкви не нашли никаких документов на недвижимость людей. И более того, я подозреваю, что этих трех-пяти, неизвестно, три или пять, потому что по некоторым данным нам показали, что три человека, по другим данным на сайте полиции написано пять человек, то есть непонятно, там три или пять человек, что они потеряли хоть одну недвижимость в нашу пользу. Мне кажется, все это выдумка и фарс с целью создания напряжения вокруг церкви. Драгоценные мои, я обращаюсь к здравомыслию. Остановитесь, остановитесь, не создавайте религиозную напряженность, не создавайте трудности, не создавайте... В нашей стране президент многие годы добивался мира и согласия, мира и согласия. Не делайте нас изгоями, не делайте из нас негодяев, которые пришли уничтожить и разрушить жизнь людей. Это неправда. Побойтесь Бога. Говорю вам откровенно перед Господом, говорю с открытым сердцем. Да, мы любим Господа. Да, в нашей религиозной практике мы приносим наши дестины. Об этом говорит Библия. Об этом говорит Священное Писание. Вам не нравится Библия? Ну что я могу сделать? Вам не нравится? Ну простите вы нас, мы верим в Библию. Мы будем продолжать любить, служить, благотворить и благословлять вас. Вас, которые клевещут, вас, которые говорят зло, вас, которые уничижают детей Божьих. Дети Божьи, укрепитесь. Господь с вами. В Священном Писании Иисус сказал. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно засловить за меня. Благословенны вы. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Тогнали и пророков, бывших прежде вас. Нам остается в удел радость и благодарение Господу. Мы не стыдимся наших убеждений. Мы не стыдимся нашего исповедания. Мы не стыдимся нашей веры. Пусть нас называют слепой верой другие каналы. Пусть нас оскорбляют, уничижают. Но мы остаемся детьми Божьими. Мы будем святить всегда, святить везде. Святить, любить и благословлять всех людей. Это был такой небольшой репортаж. Я Максим Максимов. Простите, если я немножко в эмоцию попал. Но знаете, когда смотришь на кощунство, которое творят, у меня гнев подходит к сердцу. Но Библия говорит, гневаясь, не согрешайте. И я попытался сегодня, выражая свою неудовлетворенность, не согрешить. Но если где-то я и хлопнул кулаком по столу сильно, то это только от того, что несправедливость продолжает торжествовать. Но знайте, что ложь не сможет удержаться долго. Ложь, она разрушится. Ложь, она не выйдет на правду. Будьте благословенны. С вами Максим Максимов. Люблю, ценю и благословляю вас.